Окей, она ведет себя так, как мне надо, либо мы с ней очень долго работаем, проводим несколько сессий и решаем вопрос, почему она не может вести себя по-другому, возможно, это какие-то детские травмы, уходим вглубь, ну, добираемся до родителей, там видим проблемы воспитания, прорабатываем эти моменты, пообъясняем ей, что она больше не ребенок, что ей все это не нужно, ну, и в итоге выходим в здоровый формат отношений, вот, я бы так спел. Но это очень сложно все скомпоновать под бит, я, конечно, могу попробовать, бит, платина, так, мой, блядь, type, type, бит, платина, ага, е, ага, окей, 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 угу, е, угу, она ведет себя так, как мне надо, Либо я ее потом меняю, с помощью психотерапии, окей, Зигмунд Фрейд, детка, да, я захожу в ее голову, и там и розетка, я включаю туда, блядь, 220 вольт, я работаю с детскими травмами, это не прикол, я потом еще очень долго с ней работаю, Я очень добрый парень, я ведь ее люблю, нет, я не пошлю ее нахуй, мне это не надо, я буду работать до конца, я до конца, правда, мне нужно, чтоб она стала здоровым человеком, я работаю с ее травмами, спасибо за это, спасибо за это, Зигмунду Фрейду, он придумал какую-то хуйню, я в нее верю, и, окей, ну не очень получается на самом деле, но, в целом, в целом схавают, как будто схавают, если просто чуть еще докинуть, Во Я, телка заболела очень сильно У нее детские травмы, я буду лечить их Я не дам ей уйти Я ни в коем случае ее не пошлю нахуй Так не делают мужики, правда Надо идти до конца Ладно Не моя эта тема на данный момент Ох, блядь, непривычно, как в этих стенах вообще находиться, как непривычно вообще на стриме находиться в прямом эфире вообще Как это люди делают вообще, как люди обычно трансляции потоковые вот эти вещания свои ведут, как они вообще разговаривают с людьми в прямом эфире У меня какое-то ощущение, что я уже, блядь, не помню, как это все делается А как это все делается вообще? Кто-то мне может подсказать какие-то советы, может быть? Радиация вот у нас подъехала Это я умею, смотри Турна-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а Соседи сразу поняли, кто домой вернулся Они в первый день поняли, мне кажется, примерно с моего появления за порогом Они сразу такие, блядь, я тебе говорил, что он никуда не переехал Это просто было временное спокойствие, блядь, ничего не изменилось Они сразу поняли, сто процентов Ну а что поделать, ребята? Ну что вообще в мире-то происходит? Блядь, что вообще в жизни-то происходит? Что в стриминге происходит? Что вообще происходит, нахуй, в реальности, во вселенной нашей планете Земля Внутри планеты, снаружи планеты, в ядре планеты На уровне микробов, на уровне людей, на уровне животного мира, блядь Я просто все проебал, полностью жестко ушел, блядь, вообще в другой этап какой-то жизни Сейчас я сейчас нахожусь в таком этапе интересном В котором я решил создать свой собственный офис Я создал свой собственный офис Начал набирать туда сотрудников Вот, на данный момент уже в офисе у меня есть один сотрудник Я понял, блядь, очень простую вещь То, что, оказывается, для того, чтобы работать с людьми Ну, в принципе, я давно уже это понял Но вот сейчас это более остро, остро встал этот вопрос Я понял, что для того, чтобы работать с людьми Оказывается, нужны навыки управления То есть ты должен создавать какую-то работу как руководитель То есть ты не можешь просто говорить человеку, типа А, мужик, давай, блядь, по-братски Работай, блядь, давай по-братски, блядь Просто, блядь, ебануто Заработай, блядь, вот просто, чтобы охуенно было, бля Вот, бля, по-братски сделай Ты не можешь просто говорить «Э, по-братски, блядь, ты чё, блядь, карьеру мою не уничтожай, блядь, сделай по-братски в срогу, блядь, дедлайн не трогай, блядь» Ты не можешь так делать Вообще не можешь ничего делать Ты... О, спасибо за подписки, спасибо С возвращением Сыплю подписками, как будто бы я в секрет-руме Только не я сыплю Ну ладно Сток всяких тем вылезло вообще Я углубился в подкаст Я вообще вам, я хочу открыто вам заявить всему интернет-пространству Сейчас выйдет подкаст невероятно вообще полезный Самый полезный подкаст для человека за всю историю подкастов сейчас выйдет Вот любой человек, который из вас будет его смотреть Помимо того, что он может поднять себе настроение, там посмеяться, повеселиться Он может получить невероятное количество пользы для понимания самого себя Это просто пиздец Вот я клянусь вам от души просто вот говорю, как Александр Фреймтеймер Не кривя душой, там, да, это не какой-то призыв Вот клянусь Это самый полезный подкаст на данный момент В котором человек может буквально прорефлексировать Очень много важнейших проблем, которые с ним связаны вообще И при этом это еще очень интересно и очень развлекательно Короче, я просто ушел в работу с этим подкастом, в развитие своего офиса, в покупку всяких вещей в офис Я ебанулся, блядь, на этом, знаете, там, на Озоне, на Яндекс.Маркете, на всех вот этих площадках Просто постоянно листаю, типа, что еще в офис купить Я уже, блядь, что только не купил уже Какие-то фигурки там купил, какие-то игрушки для рук купил Какие-то спиннеры, блядь, купил Какие-то еще штуки И у меня вот эта безостановочная история внутри Что я такой, блядь, а что надо в офис купить? Надо что-то в офис взять Надо что-то в офис взять Надо что-то в офис взять И так далее, и так далее, и так далее Недавно одно из моих, как сказать, стратегически, наверное, как руководителя неправильных решений Но человеческие, как человека, меня это, в принципе, достаточно радует Стратегически неверное решение было покупать очень много игр для PlayStation У нас там стоит PlayStation 5 И неправильное было решение покупать много игр для PlayStation Блядь Короче, вот я говорю, с чем я столкнулся Что идеализированный образ того, как все должно работать По логике, да, типа в коллективе вообще и как бы в офисе Не работает на самом деле так, как это, казалось бы, должно работать Оказывается, здесь нужно применять какие-то решения Четкие какие-то выводы делать То есть нужно какие-то постоянные вот эти нововведения Нужно постоянно над чем-то работать, что-то менять И вот, грубо говоря, там, да Я как это думал? Ну, типа, есть зона отдыха Там есть плазма, диван, все клево Будет там PlayStation стоять В свободное время можно будет, типа, просто, ну, типа, сесть Кайфово просто поиграть Потому что видеомонтаж, я не знаю, кто шарит вообще за видеомонтаж Но это вот такая работа, в которой ты очень долго сидишь Фокусируешься над каким-то там диалогом, например, в подкасте Очень долго крутишь это в голове Крутишь, 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 крутишь И в какой-то момент ты просто задрачиваешься Ну, просто задрачиваешься Я такой, блин, нужно, короче, придумать очень много каких-то элементов Которые будут помогать расслабляться Типа, как-то вот, ну, отдыхать PlayStation, большая плазма, этот, взял Switch туда, Nintendo тоже забрал Там VR туда принес Короче, поставил туда такой борковский, короче, расслабление глаз Который делает такая система Ее одеваешь на глаза, она греет глаза, типа, закрытые И массажирует виски, оно, типа, расслабляет глаза И вот, короче, в итоге что получилось? PlayStation начинает подрывать рабочий процесс немножко Потому что иногда мы такие, блин, давай Просто возьмем и расслабимся чуть-чуть Просто чуть-чуть поиграем Типа, окей, давай И к чему это все приходит? К тому, что мы один раз сыграли, там, да, например, в какой-нибудь UFC Такие, бля, давай реванш Еще раз сыграли Бля, давай реванш Еще раз сыграли В итоге купили Этот, FIFA последнюю, короче, купили Там, 24-ю или 25-ю Там, оказывается, режим появился вот этот Вольта Режим, который 3 на 3, 4 на 4 Вообще дофаминовая просто, блядь, бомба Просто вот играть в этот режим Блядь, ну, дофаминовая бомба Просто вот Начинаешь в него играть и пиздец Просто утопаешь в этой хуйне После ему купили хоккей Там тоже, оказывается, появился режим какой-то 3 на 3 Там тоже появились какие-то вот эти все темы Блядь И бывает такое, что прям это все влияет на процесс И, короче, в первое время вообще работы, так сказать, в офисном формате Я жестко задрочился вообще Я вот последнее время, чтобы вы понимали Чем я занимаюсь, да Я учусь быть хорошим руководителем Я купил кучу литературы какой-то там По управленчеству Я понял, что, чтобы быть руководителем Недостаточно вообще просто вот твоего, блядь, желания Это просто пиздец Ну вот, по сути, все, чем я занимаюсь в последнее время, да Это качаюсь По мне видно, я ебанутый квадрат Занимаюсь изучением руководительства И монтирую подкаст Все Вот подкаст уже близок На финальной стадии Подкаст точно выйдет до 10 мая До 10 мая железно выйдет подкаст Поэтому можете уже подготавливать свои просмотровые, так сказать, уши, глазки И все остальное Потому что, ну, перерыв был достаточно большой Я правильно это понимаю Что все мысли, которые были в прошлых подкастах Все уже люди усвоили И теперь нужно людям больше какой-то информации Вот она снова появится на канале С перерывом Но этот перерыв очень сильно пошел на пользу Как бы и родил за собой Вообще невероятно новый материал Которым я прям горжусь Вот, я прям горжусь Я прям клянусь вообще Вот это тот материал, которым я прям Каждый день, наверное, думаю о том Когда я его монтирую Что, блядь, я прям горжусь, что это произошло Я прям по-другому вообще взглянул на все Вот Ну, что еще Много тоже работал Последнее время там с психологом На кучу всяких тем разговаривали Да, кучу всего обсуждали Да, в принципе, вот у меня что сейчас Так, кто меня давно не видел Что у меня сейчас Просто много работы Я стал, блядь, офисным работником Типа, я теперь 5 Я теперь 5-2 Я еще и оброс Смотрите на меня просто Я, блядь, стал выглядеть как какой-то хоккеист Я не знаю, блядь Ну, просто пиздец Все, я, блядь, повзрослел Типа, блядь, борода появилась Блядь, мышцы Ну, все просто Вот, что со мной стало Фреймтеймер До того, как стал известно Короче, интересно Как говорится, сдавайте вопросы Бля, уже заебал этот звук радиации Саша, васяп Какие люди тебе еще нужны в команду И куда можно закинуть резюме Портфолио Короче, я сейчас нахожусь на этапе Короче, жесточайшего своего Нового этапа Вот я сейчас нахожусь на этапе Развития нового своего этапа Сейчас новые какие-то уровни игры Начинают открываться Вот, потому что у меня сейчас впереди Как бы офис – это просто стартовая зона Того, от чего начнет выстраиваться Какая-то, наверное, империя моя Своего рода Вот У которой есть очень большие планы То есть на 2024 год У меня очень большие планы В плане роста К чему это я? К тому, что впереди Скорее всего Очень много будет Востребовано новых Так сказать, профессий Ой, блядь, новых Новых работников, короче Потому что я сейчас доразгоняю по ходу Того, что происходит И понимаю, какие люди мне нужны То есть пока я начал набирать только монтажеров Я все еще ищу, кстати, одного видеомонтажера Если ты видеомонтажер Ты в Москве Хочешь работать со мной в офисе У тебя есть опыт работы Что у людей Которые пришли на заявку, блядь, на видеомонтаж И просто заполняли эту Какими-то ебаными Просто, блядь, словами Чел там просто заходит Пишет в каждой графе, блядь, карбонат Типа, расскажите о своем опыте Он пишет, карбонат, блядь Скиньте ссылку на свою работу Карбонат Вот чувак, блядь, заморочился Нахуй Зашел Через Зарегистрировался Санчак, а зачем тебе снимать офис и работник Для монтажа подкастов Ну вот я как раз сейчас про это рассказываю Привет, привет Last of Us может быть позже Да, может быть позже Привет, Саш Оценишь мой трик, который я сделала про вас, хозяев Буду очень благодарен Тут целый альбом и там трик про вас Стран Давай попозже Посмотрим Посмотрим Саня, привет Видел, что ты набираешь людей Глянешь шоури А в чем ты хочешь попробовать Сядь, блядь, шоколадка Шоколадкой, блядь, быть и в моем офисе Или что, я не понимаю О, неплохо Захват экрана Захват экрана реально работает О, неплохо А где я, блядь? Алло А, вот Шоури Ну я не знаю, брат, но мне кажется Люди немного охуеют Если за место подкастов В какой-то день выйдет Просто вот эта нарезка, блядь Этих Нарезка простыней Я думал, что Люди не особо оценят эту историю Они такие, типа, блядь Что случилось? Блядь, что чел поменял направление контента Теперь Вот чем он занимался Короче, пока Вот тоже про офис-то, блядь Блядь Походу я, короче Пока еще не точно Но, походу, в 24-м году Я начну работать с командой Дудя Вот Короче, много, блядь Сейчас происходит всего нового для меня вообще Этапах развития И вот, грубо говоря В чем проблема Что часто на этапах переразвития Идет какая-то переразвития Перевремени Я Очень много времени уделял трансляциям И вы знаете эти времена Когда у нас там каждую неделю Там какие-то аукционы, игры Разговорные вечерами, ночами Там у меня много там стримов Бывает по два стрима в день И так далее Короче, вот Ну большое количество всего такого бывает Сейчас Взаимодействие с миром На фоне своего нового Работу тоже с психологом Через открытие новых Каких-то своих там Граней Через то, что я проработал Очень много своих там Ненужных проблем И сейчас Этап такой, короче Вот знаете Как ступенчатый То есть сейчас Определенный переходной этап Во что-то новое Которых Вообще Я чувствую в этом Типа ебанутую силу В том, что сейчас происходит И я чувствую, что В будущем Это точно отразится На моем развитии И сейчас Из-за этого На Твиче Меня Немного меньше Чем обычно Но Мне кажется Что для вас Для зрителей Твича, так сказать Которая находится Со мной уже Достаточно давно Это большой плюс Что-то новое То есть Знаете Заместо того, чтобы гонять Что-то по кругу Одно и то же Да Там просто запускать Какие-то игры И так далее У меня есть возможность Себя тоже Как бы Ну вот Вы здесь Видеть У меня есть возможность Себя В новых форматах В новых историях Вам показывать Просто через другие площадки Наоборот Наполняться Каким-то новым опытом Крутое время Крутое время Что это за хуйня Тот самый 3D-шный орех Усатый Вот это кешки, да А это какой-то новичок Еще, судя по всему Сколько ты времени Создавал Творья хво-мафия вообще Саш, привет Тебе нужны Графические дизайнеры У меня есть Хорошие портфолио Готов его предоставить И пообщаться На эту тему Ты молодец Что двигаешься вперед Чату хай Я Так тебе скажу Нужны Мне дизайнеры Пиздец как нужны Причем очень давно На постоянке Которая Чтобы он у меня был Крем всего Что я делаю Вообще там Крем всего Что я делаю Вообще там Какие-то Картинки генерировать Когда добавлять там Внутрь подкаста Направление Есть в этом формате Но Я сейчас просто Нахожусь на таком этапе Вот я вам просто Этот этап объясню Типа У меня траты В месяц Просто какие-то Ебанистические При этом Я снимаю сейчас Квартиру родителям Снимаю Квартиру Офис Плачу Зарплату Сотруднику СиДжею Плачу Теперь Зарплату Сотруднику Монтажеру Одному Покупаю Какие-то вещи В офис То есть Там Не знаю Столы Там мониторы Все остальное Какую-то Другую Штуку Покупаю То есть Я смотрю Из меня деньги Как из этого Из Соника Колечки Цыпятся Сейчас Просто от того Что он на шипы попал И Я просто Дизайнер Мне еще Один монтажер Нужен Мне еще У меня будет Сразу Начать Просто загребать Ебанутого бабла Или В этот самый момент Я просто Полгода Повыплачиваю Зарплату Держать всех на ЗП Это невыгодно Вот зашел Профессор Делегирования И руководительства Алексей Кореш Человек Который обычно В принципе Занимается тем Что Делал одну ошкудишку Он как бы Ограничил доступ Так сказать Вообще Того Над чем нужно Держать контроль А тут ошкудишка Ты ее взял Этот момент И все хорошо Да нет Я согласен с тобой Конечно Я не хочу Это просто может Выглядеть так Со стороны Как будто Знаешь Очередная Какая-то моя Ебанутая идея Что я такой Блядь Да нет Это просто Я может быть Чуть как-то Для стрима Это может Для тебя так звучит Но нет Понятное дело Много сотрудников Конечно Могут быть И на аутсорсе Но вообще Все равно Иметь большое количество Каких-то сотрудников Это Блядь Непросто Это очень непросто Какие-то там У людей могут быть Болезни Переживания Это какой-то Этот Вывод Из-за разряда Вот это Оскар Хартман Миллион Идей Предпринимателя Пункт первый Люди на зарплате Часто Сколько сделал Столько получил А как оценить То есть мне нужно Сидеть с ним Он вот так вот Когда монтирует Он вот так вот Передвинул Удалил блок Какой-то лишний Я так ему соточку Ляпс Рядом Брат Я всю школьную библиотеку Съел А потом Университет Район Потом Районную Потом Еще университетскую И потом Дети вот из этого района Они такие Мы так хотим Выучиться И стать умными Чтобы выбраться Со дна Подходит к библиотеке А ее нету Блять И там ты Квадратный Размером С библиотеку Натянутый Вот так Натянутый На эту библиотеку Я рад Что медиа Пришли к бизнесу И перестали Ограничиваться Интеграциям В роликах Я готов Ебашить На тебя 7-0 В монтаже Ниже нормы Шарю за П.Р Рекламу И.Х.Р Руправление Шарю за управление Блять Вот мне интересно Вот реально Знаешь Когда я слышу От людей Шарю за управление Мне прям вот реально Интересно Это пишет человек Который занимался В своей жизни Управлением Реально Или он просто решил Что типа он Что он жарит За управление Потому что на самом деле Вот когда я начал В этом разбираться Это факт Я когда открывал Свой бизнес По перевозке машин В Китае Люди хуи пинали Те кто сидели На фиксированной ЗП Поэтому я пришел К решению Что нужно платить За проделанную работу И после этого Я обанкротился Я тебе заплачу Когда Так сказать Работа Будет сделана И щел просто Забивает хуй И оплаты нет Он говорит А нахуй Какой-то бессмысленный момент Это забавно Это забавно Там очень много На самом деле факторов Вот чел пишет Типа Блядь готов нахуй Шарю за рекламу За управление Мне уже вот тоже Знаешь Типа гиперзамотивированные Чуваки В монтажный набор людей Там чуваки Просто пишут В каждой графе Мне 15 лет Готов ебашить Каждый день 24 часа Главное чтобы быть Рядом с тобой Готов носить тебе воду Готов Я просто вот Типа сижу У меня знаете Какая-то система Какая-то система С которой я Ну один Еле лет в монтаже Которая привносит В мою работу Еще какие-то свои Коррективы Мы вместе Начинаем там С ним копать Этот проект У нас там Блядь планерки Мы там такие Блядь Разрабатываем Гениальные идеи И тут я в какой-то момент Такой Бля Надо себя ебануто Разгрузить по работе Надо больше сотрудников Нанять И нанимаю просто 20 человек 15 летних Замотивированных Школьников Которые просто Воду за мной носят И они просто Вот как змейка Знаете Я иду И за мной Еще 15 человек Вот так вот С бутылками воды Блядь И просто На жесткой мотивации И я вот только Я просто Вот знаете там Я такой А где мой телефон Я только начинаю говорить Фразу А где мой телефон Они тут же хотят Проявить себя И они тут же Блядь Просто весь дом Там блядь С локатором Начинают Блядь Другой с металлоискателем Блядь Во всей квартире Просто чтобы проявить себя Блядь Возьми меня На должность Блядь Я нужен тебе У людей Реально Вот я хочу поднять Эту фразу Именно У людей Почему-то Вот эта фраза Именно Она Слова Я готов Носить за тобой Воду Вроде Нерадиационные Пустоши То есть у нас Вроде нет Таких проблем С водой Чтобы типа Вот в какой-то момент Ну не знаю Люди же не Живут по правилу Если за 5 секунд С человеку И вот при таких Раскладах Такие люди Думают что Именно так Блядь Обычно HR специалисты Разбирают их резюме Нихуя Это говно собачье С первого вопроса Просто скипаю Даже дальше не смотрю Вот читаю У меня хобби Просто монтаж Видео делать Дальше нахуй Все Понятно Время тратить Мы на это не будем Ну просто ребята Ну соберитесь Блядь Я что ебать Детский сад открыл Что ли Я не понимаю Блядь Какое у меня Хобби Видеомонтаж делать И что мне с тобой Делать Сидеть блядь В кабинете Рассказывать Ну расскажи Что там Как блядь Когда тебе Желание появится Блядь Уральским блогером Монтировал Для человека ГТА-РП Монтировал Медио-хокей Медио-хокей Блядь Если я вам Пригожусь То даю обещание Начать заниматься Этим делом Серьезнее Взяться за это Чтобы вывести Ваш контент На новый уровень А это было уже Продолжать или говно Кстати могу Работать в офисе И подходить Ко всем С шайбы Снюса И говорить Буишь И пердеть В нос Не подходит Психологам Ответ на все Донаты Сходите Блядь К врачу Молния Сперма Мьюинг У тебя Телевизор Горит Ебаш Батончик Твикс Плюс Энергия Плюс Вай Мессия Это начало Неплохой Порнухи У тебя Сзади Пожар Мне Вообще Стремно В чате Писать Как в гостях Ты под колпаком Саня У тебя Квартира Горит Саня У тебя Стена Горит Саня Покажи Пальчики А говорил Что Не извращенец Че Зан Лайном Блядь Ты чат Вообще Не читаешь Саня Кинь Рейд Кинь Рейд Аля Напиши В личку Я тебе Свой Ком Отправлю Бесплатно Саня Что делать Если Я торчу Я моргнул У тебя Хата Горит Ты че Стриптизер Я Сабини Саня Саня Что делать Если без энергетика Уже нет настроения И сил Как избавиться От этого Стань Скуфом Привет Фреймер Я заметил В ютубе Про паралиш Я хуел Но это Пиздец Здравствуйте Фреймитаймер Что вы скажете Насчет Гидролицилового Кератина Шампунях Дозволено Или сомнительно Что съесть Арбуз или банан Ты создал Психологию Красивые Трусы У тебя Жопа на спине Саня Зачем Бухаешь Перед стримом Босс What the fuck Блядь Охуенно Просто база Блядь Просто база Ебанутая Ох У меня же сердце Блядь С этого У меня что-то Вот это Саня Я Собини Вот с этой хуйни Что-то Меня Блядь Вот с этой хуйни Что-то Прям Меня унесло Я не знаю Почему Просто Еще так Это Такая подача У него голоса Ты че Стриптизер Я Собини Саня Саня Что Блядь Ох Жестко Очень жестко Вот его Блядь Кто ты Я тебя беру В офис Блядь Будешь Просто Делать такие видосы Мне на каждый стрим Из того Что происходит в чате Я просто буду тебе платить Миллион рублей В неделю И буду просто смеяться В офисе Сидеть в своем кабинете Вот смотреть Читая новые Вот эти все видосы Не знаю Ну охуенно вообще Не прикольно Прикольно Реально круто Вот такого еще никто не делал Что самое удивительное Это просто Даже эксклюзивненько Можно сказать Клево Спасибо Охуеть У меня блядь До слез просмеялся Давно так не смеялся вообще Ох блядь Охуенно У нас сердце заболело Я за сердце держался Потому что сердце завалело Я за обидел Я за обидел Привет У меня есть новый Ютуб канал Где я создаю Нарезки со стримов Если не сложно Могли ли вы оценить И дать советов То есть тебе предлагаешь Буквально оценить На стриме Посмотреть другой стрим По сути Нарезки со стримов Это просто Ну как бы вырезка Короткая вырезка Со стрима От того что происходит То есть тебе предлагаешь Запустить стрим И смотреть там Другой стрим Можешь мне просто Съебаться Открыть твой канал Автовоспроизведение И просто уехать В офис работать Вы все равно разницы Не заметите Канал называется Кореш 365 Создаю нарезки Про хозяев Не тот ты Как будто момент выбрал Знаешь Создавать нарезки Про хозяев Уже реально Уже блядь Каждый из хозяев Свои нарезки Создает и на ютуб Выкладывает В виде роликов Блядь Какой охуенный Видос с комментариями Хочу вторую часть Есть человек Который это сделал Хочу вторую часть Чтоб была вторая часть Плачу тысячу рублей Брат Они мне принадлежат Кто они Я монетизирую Все нарезки Со скамом А Ну это хороший план Я тоже задумываюсь Об этом на самом деле Я задумываюсь о том Что мне надо просто Какую-то теневую Личность создать То есть Типа какого-то Профессора Ксавьера Маску одеть И просто Ебашить весь скам То есть Мне нужно просто Две части захватывать Здесь я уже захватил Одно направление Как бы Где скама Нету И дальше Нужно захватить Просто Другое направление Просто не со своей личностью Вот Чтобы не деконструировать образ И все Охуенно И работать Жить Кайфовать Просто в какой-то момент Знаете Я вот Я здесь сижу Проходит месяц Там два И у меня полностью Золотая комната Золотая собака Блять Кира полностью В золоте В бриллиантах И я сижу Типа Ну Да ничего в моей жизни Не поменялось особо Что я сейчас Ну офис себе снял Вот начал Монтировать больше Вот так вот Это будет выглядеть Да Привет Хочу начать Стремить И в целом Продвигаться На ютубе Слэш твичи Не подскажешь С чего начать КАЭС ТА лишил меня Донатной действенности Меньше чем 3 Только родителям Про это не рассказывай Самое важное Что нужно сделать Это просто начать А до этого пункта Поверь Немногие очень люди доходят Поэтому По итогу Единицы Вообще приходят К какому-то результату Потому что Затем Чтобы начать Нужно еще и продолжать Это делать Держа в голове Что у тебя по сути Может нихуя не получиться Не быть никакой Нахуй аудитории Ты можешь быть вообще Никому не интересен Но почему-то Ты должен типа вот Продолжать это делать Впустую У тебя никакой Абсолютно мотивации Может не быть поначалу Это вообще непросто Короче Тут блять Никаких советов не нужно Это как любое ремесло Здесь нужно просто Начинать делать И познавать новое Сталкиваться с чем-то Заново начинать Так дальше 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 Что за микро у тебя Это просто от вебки У меня вебка за 300 рублей Вот стоит И микро это от нее ловит Я тебя люблю Заметь Вот это уже вот В комментарии Вот в этот видос А как Что за программа Вот он озвучивал Вот этим голосом Сижей Ты не знаешь Что это за программа Такая Где вот этим голосом Можно озвучивать сообщение Привет Написал на Яндекс.Почту Из описания Отвеча Тема монтаж Не увидел Гугл форму нигде Ааа Понял Ну Потому что я удалил ее Потому что Много заявок пришло И люди начали туда Просто по угару Что-то дропать Вот И я ее убрал Чтобы как бы Посмотреть из того Что уже пришло И Вечная тайна мира Заключается в его понимании Можно сказать Так все Я нашел сайт Сейчас буду ваши комментарии Произносить Санечка Снимаешь Санечка Заметь ПЖ 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 ты лучший Это профессор Багиров Только что говорил Тот Который Русы И ящеры Блин Мне надо Комментарии Скопировать А он будет Люблю банановое пюре С фисташками Поменяй того Кто озвучит Люблю банановое пюре С фисташками Люблю банановое пюре С фисташками Ебануток Это угрожающая тема Так ладно Предлагайте свои комментарии Проверь донейш Проверь донейш Проверь донейш Проверь донейш Я обузный барон Блять А как называется Вот этот Голос Я обузный барон Кто-нибудь знает Как этот голос Смешной Который такой напряжен Я обузный барон Вот такой голос Как он называется Имя Альберт Мулыньюэкович Тебе что-нибудь Говорит нахуй Блин Как оно называется Имя Альберт Мулыньюэкович тебе что-нибудь говорит наху? А-а-а, это бот в ТГ, я понял, да. Захулаша. Это бот в ТГ, который авучивает сообщения голосами из сталкера. Тоже такой должен быть. Модератор-подписчик со стажем 24-ми сём, значок 6 месяцев, Твич, Турбо-Цай-Лак-Ц. Ну тут тоже такой должен быть. Блядь, да как его имя только не... Как его имя только, блядь, не коверкают, нахуй, уже Турбо-Цай-Лак-Ц, блядь, это как будто вообще машина какая-то. Я моргнул, у тебя хата горит, ты чё? Стриптизер. Я Сабини, Саня. Сиджи ошибся. Я озвучку делал через бот в ТГ. Жди вторую часть. Закину на след стрим. По-братски. Спасибо большое. Саня, послушай, пожалуйста, Димочку мою. Передаю привет Акси. Акси, Димочку. У меня, кстати, нововведение нововведение я не рассказал. Я треки, которые присылают, слушаю ровно секунду. Хуйня, дальше. Я согласен, Саня. Я уже стою под офисом. Ключ не нужен, зайду сам. Увидимся завтра. Зайду сам. А, кстати, я же там обещал трек какой-то про хозяевов послушать. Как раз я уже один послушал. Так, вот ссылка. Так, послушаем. Хуйня, хуйня полная вообще, блядь. Просто трата времени моего. Так, что еще я не посмотрел. Привет, мне 25 лет. Работаю архитектором-концептуалистом. Опыт работы с 2018 года. Управленческие навыки. Раздача задачи, контроль качества. Раздача задачи, контроль качества? Блядь, я как будто вот еще не дошел до уровня, где мне нужен человек, который задачи раздает. Как будто я являюсь человеком, который задачи раздает. Если я сейчас найму себя человека, который задачи раздает, мне что делать вообще? Мне что делать? Просто сидеть, блядь, на стуле? Не понимаю. Так много человек, которые задачи раздают. Так много человек, которые задачи раздают, а выполняют задачи. Есть вообще люди? Или сейчас все уже руководители? То есть мы перешли в какую-то эру, где все руководители. Блядь, я сейчас боливану, когда уже костер догорит. А костер при чем здесь? У тебя рвота от костра происходит? Блядь, первый раз такое слышу вообще. Сделал Эдит с тобой. Без хейта. Просто классный Эдит. Кстати, на этом же канале вышла нарезка по Мафии 2. А, понятно. Сейчас бы поднимать это опять со дна. Так, ладно, реально, послушаем треки, чтобы людей не обижать, что так некрасиво делать. Я теперь принял решение, что одну секунду слишком мало, слушаю пять. Хуйня полная вообще, трата времени, блядь, ни одного слова за пять секунд. Ну, тут уже неплохо. Хотя бы голос какой-то услышал. Вокал какой-то хотя бы. Потенциал есть. Так скажу. Первый трек. Потенциала никакого. Вообще можно взять просто идею того, чтобы развиваться в музыке, выбросить ее в мусорку. Второй человек услышал его голос. Это уже большой плюс. Может в карьере очень помочь. То, что есть голос. Это важно. Что делать из-за плохо без энергетика? Большое спасибо за мнение. Это было очень важно для нас. Ладно, ладно. Все, хорошую карать. Давайте реально послушаем. Проходи его в трек. Ну да, ладно. Давайте не будем. Лучше второй. Я так боюсь, что больше ты ко мне не придешь. И я увижу тебя в полночь в отражении зеркал. Я так давно не чувствовал этого. И пусть давно я знаю сюжет все. Мне кажется, что время застрелилось. Мне не нравится, как сведено как-то, блядь. Очень... Вот как будто бы ты знаешь The Weekend, только ты The Budney, блядь. Как будто типа намек на такое звучание, но из-за того, что сведено, плохо. Ни там, ни туда, ни сюда. Вот. Это, конечно, такое. А еще проходи его в трек сейчас. Саня Парадич снова взял победу Эксела. Думал, что победит кореша, итог мы уже знаем. Леша кореш похавал клубники. Про него есть статья даже на вики. Пусть так плохой парень на Десли пишет уже бишь. Ждали. Лучше хозяевов бы вообще как явления не было. Вопроса, чтобы вот этого момента не происходило. В истории человечества. Лучше бы я нахуй Эксела снимать не начинал вообще. И не встретил для себя мы все. У Копа-ты че? Так. Ребята, собрались. Все и работаем. Подкасты горят. Бараны инвестируют. Вперед, вперед, вперед. Да, мотивация. Блядь, я вот вам что, я не рассказал. Я каждый день проспаюсь с утра и ухожу в офис. Сижу там допоздна. Поздно возвращаюсь домой. Ложусь спать. И так, по сути, каждые мои будни происходят сейчас. Потому что сейчас много работы по разным направлениям нужно выполнять. У меня... Так, подожди, Сиджей, че-то какое-то сообщение прислал. Так, говорят, телеграм-бот какой-то. Не понял. Так, отправим текст на озвучку. Мне холодно, я иду за огромной хуйней, которая греет инкубатор. Сиджей, я понял, тебя услышал. Так, еще мне донат прислали, подожди. Вот такой. Ребята собрались все и работаем. Подкасты горят, бароны инвестируют вперед, вперед, вперед. Блядь, почему донейшн его не добавят? Интересно, это голос. Это же лучшая инвестиция их была бы вообще за всю историю. Кстати, так и не связался с донейшн, альерс. Мы тогда поговорили на трансляции, что надо с ними связаться. Так и не связались, блядь. Опять мне будут выключать систему донатов, блядь, за то, что я им никак не отвечаю. Саня, плюс вайп, но этот стрим минус вайп. Почему этот стрим минус вайп? Каким вообще местом, нахуй, этот стрим минус вайп? Уволен. А подождите, я не могу так делать, увольнять же я не могу. Тех, кто и кого не устроил еще к себе. Устраиваю тебя к себе. Уволен. Где следители будет повторный набор на монтажах тега? Блядь, ну можешь написать заявку на почту, например, если у тебя реально есть большой опыт. Вот, если ты реально не просто чел, у которого гипермотивация и ноутбук, и чипи, блядь, 2003 года, то можешь написать на почту. Я вот что не рассказал. Я ухожу, говорю, в офис. И возвращаюсь. Ухожу, возвращаюсь. С утра ухожу, вечером возвращаюсь. Ну, типичный батя. Знаете, вот представьте, у кого был батя-работяга такой, которого ты видишь периодически. И то он там в каких-то делах там своих загруженный, там что-то, да, с кем-то разговаривает постоянно. Ну, вот такой. Представьте. Я сейчас такой батя. И у меня вот моя дочь, это моя собака, это моя Фокси. Мы с ней, когда начали, только она приехала, я с ней гулял, кормил, по кафешкам ходил, там ее социализировал. И с поводка отпускал, играл с ней с мячиком, там вообще все. И она просто души во мне не чаяла. Вот такое было ощущение, что вот Кира даже в какой-то момент говорила, блядь, она вот тебя любит больше, чем меня. То есть она к тебе больше тянется. Ну, и меня устраивал такой вариант. До момента, пока я не стал ебучим работягой. Я стал работягой, я начал пропадать. Я стал работягой, я начал пропадать. И в какой-то момент я просто возвращаюсь домой и понимаю, что Фокси вообще практически на меня внимания не обращает. Она что-то там постоянно за Кирой бегает хвостиком, потому что Кира с ней с утра до вечера сама гуляет, кормит ее Кира, играет с ней Кира, все делает Кира. И я просто сижу на диване, она что-то от меня уходит. А я вот только пришел с работы, и я прям такой, знаете, у меня такой вайб был, просто вот полежать с собачкой, там пообниматься, там давно ее не видел, так типа соскучился. Я вот прихожу, что-то я ее так рядом с собой ложу, начинаю ее гладить, и Кира встает и уходит. И она раз спрыгивает за Кирой и уходит. Я вот сижу вот так дома, я думаю, ебаный рот, вот все, что я делаю сейчас, все мувы, которые я делаю сейчас, собака не понимает. То есть она не понимает никаких моментов того, что я делаю это в том числе для благополучия нашей семьи, для того, чтобы мы могли жить счастливо, для того, чтобы она могла есть хороший корм вообще. Ей это все не важно. И я такой, блядь, как это тяжело, ощущение, что ты так много делаешь, так много работаешь, и вот из-за этого как-то, блядь, я не знаю, сложно, бери на работу ее. Ну да, надо ей, надо ей вакансию выделить какую-то. Чеф-то, чеф-то, мне уже сделали какой-то вариант с комментами, походу. Кто-то другой, видимо, сделал. Сейчас посмотрю, что там.